Уважаемые коллеги, для организации грамотного выполнения исследовательских и проектных работ важно иметь представление и формировать его у авторов проекта, у школьников, о критериях оценки исследовательской и проектной работы. Понятно, что поскольку главная наша цель это личностное развитие учащегося, то научные знали, практическая значимость исследования, качество продукта проекта не должны быть основными критериями оценки индивидуального проекта в школе. Но, однако, уровень приращения навыков практически неизмерим сторонним экспертам, это может оценивать только педагог, руководитель, поэтому на практике при оценивании работ на конкурсах берутся, конечно, критерии объективной из профессиональной науки, инженерной деятельности, художественного творчества и так далее. Ну и понятно, что педагогу тоже важно показать себя как грамотного руководителя исследовательских и проектных работ, побеждающих на конкурсах, поэтому необходимо стремиться и к качеству продуктов исследовательской и проектной деятельности тоже. Минимальные требования к проектным исследовательским работам наиболее кратко сформулированы на сайте Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ, к которому есть смысл обращаться в качестве такого источника. Это оригинальность, этичность, здравый смысл и научность. Более подробно они разворачиваются в различных критериях исследовательской работы, которые мы рассмотрим более подробно. Наверное, многие участвовали в качестве научных руководителей областной конференции памяти Чижевского «Молодость науки». В последней версии приведены положения, приведено вот столько критериев и с таким числом подпунктов в каждом критерии. Это, конечно, очень сложно, прежде всего, для экспертов, которые оценивают работу. И когда вы будете составлять критерии оценки индивидуальных проектов у себя в школе, то, конечно, нет смысла усложнять в себе жизнь и придумывать подобные сложные положения. И сейчас на всероссийских мероприятиях идет такая тенденция к упрощению критериальной базы, чтобы можно было легко, однозначно и с наименьшей субъективностью оценивать исследовательские, проектные работы, ну и вообще любые конкурсные материалы. Такой переходный вариант мы можем видеть на региональном конкурсе по выявлению одаренных учащихся в области проектно-исследовательской деятельности. Это этап всероссийского конкурса «Большие вызовы», который проходит в Сочи, отбор в этот вызывательный центр «Сириус». В этом году наш региональный конкурс прямо не был объявлен этапом, но все равно он учитывает нормы всероссийского конкурса. Уже количество критериев меньше, ну и шкала такая по каждому критерию небольшая, до 5 баллов. Более простая и изящная тема, изящная схема оценивания работ можно найти на самом сайте всероссийского конкурса «Большие вызовы». И аналогично, в общем, тут не та же схема, о московском городском конкурсе исследовательских и проектных работ. Обратите внимание, что эти критерии позволяют по единой шкале оценивать как исследовательские, так и проектные работы. Общие моменты цели полагания, соответственно, в исследовании анализ области исследования, анализ литературный, литературный обзор, проектирование, анализ существующих решений и методов, что позволит обосновать актуальность, новизну работы, методика исследования или проектирования, качество результата, самостоятельность работы. Я к этому критерию относился скептически, но зачастую он бывает полезен, позволяет выявить, отклонить такие работы, которые явно написаны с небольшим личным участием автора. Шкала, по которой оцениваются показатели проекта, разная, когда применяется от 0 до 5 баллов, на этом слайде вы видите пример от 0 до 3, но даже более рекомендуемые трехбальные шкалы, они проще для однозначного оценивания, 0, 1, 2 балла, ну как, например, на Олимпиаде по экологии, и письменный, и проектный тур, кто участвовал, наверное, знает. В качестве критериев оценки индивидуального проекта в вашем локальном положении можно использовать и формулировки образовательного стандарта. В некоторых школах так делается. Ну, очевидно, что эти критерии все-таки неравнозначны по объему, поэтому им нужно придавать какой-то разный вес. Ну, достаточно очевидный и в то же время изящный способ продемонстрировать ваше соблюдение образовательного стандарта. Также я составил такую табличку, насколько проверяем тот или иной критерий из этой схемы при оценке письменных работ от текста и при защите проекта многие из критериев, как мы видим, внешним экспертам оцениваются достаточно тяжело. Насколько учащийся сформировал свои проектные исследовательские компетенции в процессе выполнения работы, насколько он научился планировать работу, управлять ресурсами. Понятно, что полная оценка возможна только со стороны педагога-руководителей проекта. Для оценки готовности школ к введению индивидуального проекта в свое время в Эколого-биологическом центре мы проанализировали работы естественно-научной тематики, которые попадали на областные мероприятия. Какой результат следует заметить? Понятно, что численность работ зависит от численности обучающихся, от размеров школы, но, однако, есть и небольшие школы, которые регулярно поставляют много исследовательских работ, причем хорошего качества, то есть человеческий фактор здесь тоже очень значим. И в результате нашего подсчета это не за один год, не за один год, а за несколько лет, чуть больше пяти тем работ на тысячу обучающихся пришлось. Понятно, что это только естественно-научная тематика, понятно, что не все работы исследовательские, которые выполнялись, попадали на наши мероприятия, некоторые остаются на уровне муниципальном, хотя могут быть вполне достойные, какие-то сразу выставляются на всероссийские мероприятия. Также понятно, что конкурсные работы все-таки имеют более высокий уровень требований, чем индивидуальные проекты, выполняемые всеми школьниками, но в любом случае с этими скидками очевидно, что существует разрыв между необходимостью выполнять проект каждому учащемуся старших классов и существующей практикой. Ну и оценки нагрузки на педагога по Калужской области семь работ на разных тем на одного руководителя, ну и оценки московских специалистов с этим, в общем-то, совпадают. Понятно, что все учащихся, существующие педагоги, штатные работники школы, конечно, не в состоянии руководить, не в состоянии управлять таким образом, чтобы получать хорошие, качественные проекты. Как некоторый палеотив, в этой трудности можно рекомендовать, если не получается выполнить уже такую полноценную исследовательскую работу, полноценный инженерный художественный, арт-проект, то можно выполнять, готовить образовательные ресурсы. Это могут быть презентации, видеофильмы, интернет-сайты, блоги, онлайн-тесты и так далее. Это эти результаты деятельности вполне могут быть оценены как социально значимый продукт, учащие могут применяться другими школьниками, применяться педагогами, библиотекарями при популяризации каких-то знаний. учащийся может также четко обосновать новизну своего продукта, своей разработки, отличие от того, что уже существует в мире, а то, что это вполне полезная сфера. Понятно, что образовательные ресурсы школьники готовят и в начальной школе. Очевидно, что учащиеся старше класса должны готовить все-таки что-то более масштабное и более сложное, чем те презентации, которые они составляли в начальной школе. Но вы себе представляете, что полноценный образовательный ресурс все-таки подготовить не просто, а много затрат труда, сопоставимо и с исследовательской работой, но и с созданием какого-то материального объекта. Для стимулирования такой деятельности в свое время в Калужской области был конкурс культурно-производительских работ обучающихся знаний о природе привилегия всех. На сайте иколога биологического центра в группе ВКонтакте отражены темы работ, фотографии, которые позволяют получить представление о разнообразии. Ну и есть всероссийские конкурсы, их не так много, но, например, в Казани ежегодно проводится конкурс популяризаторов науки «Наука без границ» примерно по той же тематике. Казани практик поли Los м о